Продолжение следует... И если на второй части дистанции еще, наверное, у Ани Егорова есть небольшое преимущество за счет большого запаса тренированности, то стартовая скорость первые 200 метров, первые 300 метров Вероника Антрусенко явный фаворит, потому что ее скорости личные рекорды на дистанциях 200 метров повыше, чем у Егоровой, поэтому должно быть любопытно. Ну а Кирпичникова и Соломатина должны, конечно, во все глаза смотреть, что происходит в бассейне и пытаться реагировать на то, что происходит. Пока Андрусенко первая, Егорова рядом. Егорова вчера тоже довольно хорошо разложилась по дистанции, несмотря на недавно полученную, надеюсь, пережитую травму. Сохранила все-таки довольно большой запас подготовки Ани Егорова. Не волнуемся за нее в свете предстоящего чемпионата мира. Наверняка оклемается, наверняка выйдет на своей скорости. Сейчас тоже без проблем выполнил норматив. Напомню, что норматив у нас по традиции очень высокий. То есть восьмое место по итогам рейтинга предыдущего сезона. Ну и раз уж Ани Егорова почти на, сколько получается, 5 или 6 секунд перевыполнил норматив, значит это, если не гарантированно тройка. Напоминаю, что мы опять можем увидеть Лею Смит и Кателедеки на старте, но попадание в тройку очень вероятно. Очень вероятно. С небольшой оговоркой на пережитую травму. Итак, 200 метров, как мы ожидали у Вероники Андрусенко, есть небольшое преимущество. Но оно действительно небольшое, меньше полукорпуса, это просто номинальное обозначение того, что Андрусенко впереди. По факту это всего лишь 3 десятых. И начинается вторая часть дистанции, причем мне кажется, что сейчас, знаете, по классике Андрусенко делает акцент. И именно сейчас на третьей сотне пытается уйти от Егоровой. Тем более, что Аня дышит сейчас под правую руку и не видит, что происходит с представителями Татарстана. А та очень и очень пытается уйти, хотя пока получается не очень уверенно. 33 десятых превращаются в 56 сотых. Это, конечно, недостаточное усилие для того, чтобы обеспечить себе гэндикап. И развернувшись, Аня Егорова начинает сразу же нивелировать этот отрыв. Причем такое ощущение, что без особых усилий. Думаю, что сейчас на развороте опять они будут практически вровень проплывать 300 метров. Да, уже никакого отрыва у Андрусенко нет. По факту на финише есть небольшое преимущество скорости у Вероники. Но до этого финиша надо еще доплыть. Аня тоже все прекрасно понимает. Сейчас уже обе работают не просто на попадание в сборную. Обе идут выше полицейного норматива. Вопрос в победе. Что называется, сцепились девчонки. Вероника Андрусенко, наша королева, с 200 и выше. Аня Егорова, королева, 800 и ниже. Ну и 1500 может проплыть. Вот 400 у них пограничная дистанция. По ногам разворот за 50 метров до финиша. У Андрусенко преимущество 29 сотых. Плюс небольшое преимущество в росте длиннее руки. И поэтому Ане Егорове сейчас нужно очень хорошо поработать. В ее пользу работает тот факт, что Андрусенко не видит ее, дышит в другую сторону. И очень интересные последние 15 метров нас ждут. Андрусенко из последних сил, но и Ане Егоровой уже сил не осталось. И с результатом 4.06-0.1. А это новый рекорд России. И всего лишь на 0.02 превышающие предыдущие достижения Вероника Андрусенко выигрывает этот заплыв. Аня Егорова тоже практически со старым рекордом страны финиширует второй. И опять-таки мы констатируем факт, что Настя Кирпичникова с выполнением норматива, практически с выполнением норматива, сегодня третья, а соответственно мимо команда. Идет это блог офицеры, первое место, и звонит чемпионки России. С новым рекордом России. За воевал на Вероника Анастасия. Итак, это второй рекорд страны за два дня соревнований. И, конечно, очень и очень красивый получился заплыв на четырествольный. Очень и очень важным было то, что экс-рекордсменка страны, и теперь опять вернувшая себе рекорд страны Вероника Андрусенко, плыли друг против друга и разобрались вот так. На наших глазах очень красиво и зажигательно. Вероника устала. Напомню, что впереди еще финал на 100 вольный. Кстати, вот я...